Здравствуйте, друзья мои! Прошло 5 дней с момента посева некоторых препаратов для биологической защиты растений. И хочу вам показать, что у меня наросло. Значит, вот на этой чашечке был посеян препарат сейчас я посмотрю под номером 30 по-моему, да? Под номером 30 чашка у меня была посев Бионика Метерезин. Постараюсь сейчас вам показать. Значит, на пятые сутки вырос активно мукор. Желтые вот эти разрозненные колонии я чашку не открывала, не микроскопировала. Но вот эти вот желтые колонии, это по всей видимости Аспергил. Я еще про микроскопирую посмотрю. Ну, вот то, что глаза могу увидеть, это явно Аспергил. Значит, вот эти зеленые фрагменты очень похожи, причем они нескольких видов более ярко-зеленые, более светлые. Это, по всей видимости, не Метерезин, а Триходерма. Нужно будет делать еще неоднократно, пересев, пытаться выделить вот эти вот культуры с мукором. Это все усложняется. Но будем стараться. Метерезиум выглядит... Здесь заявлено споры Метерезиума, Низоплия. Я, конечно, допускаю, что это Метерезиум, но очень-очень сильно сомневаюсь. Я даже не удивлюсь, ну, я не удивлюсь, если это будет Триходерма. Вот. И, насколько мне глаз позволяет оценить, сейчас я вижу вот такую картину. Аспергил, Мукор и Триходерма. Вот другой зеленый цвет, сейчас на реверсе покажу. Видно, что неоднородные колонии, вот та, которая в центре, это одного вида колонии, по краям другого вида колонии. Агар, посев препарата, был сплошным засевом по всей площади агара. Ну, вот наросла вот такая вот картинка. Ну, посмотрим. Посмотрим еще. Но, использовать препарат Бионика, препарат называется Метарезин, для засева субстрата, да и любой препарат нельзя. Ждать, что в магазинном препарате будет чистая культура, очень наивно. Давайте посмотрим другие препараты. Та же самая Бионика, препарат Баверин. Вот. Здесь начинается рост Баверин. Дальше достаточно большой концентрации. Есть контоминация Аспергилом. Тот же самый Аспергил, что мы видим в Метризине. Вот этот желтенький колония. Ой, камера даст. Нет. Вот эту головчатую плесень, ее очень, в принципе, хорошо видно. Даже глазом. Сейчас при максимальном приближении. Вот видите, у нее такие головочки на ножках. Здесь вот что-то еще, какой-то грибочек разрастается. Чуть-чуть похож на Триходерму. Здесь вот сложно понять и разобрать. Еще только по мицелию понять очень сложно. Это вот пеницильчик растет. Хотя может быть и Аспергильчик. Здесь вот мне плохо видно. Но здесь можно взять сейчас отсеять баверию. Она активизировалась. Она есть. Возможно на ней тоже начнут опять прорастать споры и Аспергила и Пеницила. Но хорошо, что нет мукра. Там страшно заселение мукра. Вот в препарате метарезин очень большое заселение мукра. Забито все. Мукр все забил. Здесь я сеяла препарат Бионика. под названием Триходерма. Триходермы мы здесь пока что не видим. Видим сплошную сплошную мукр. Вот. Очень очень много. И там под ним внизу фрагментарно растет скорее всего это сплошной Аспергил. Возможно присутствует Пеницил. Вот эти вот круглые колонии вот эти вот это все Аспергил. Понятно что это все можно промикроскопировать но тут можно сказать а зачем триходермы я здесь не вижу. Вот. Очень 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 странно. На эту чашку я высевала препарат сейчас скажу 32 бионика нематоди здесь должны быть грибочки это реверс то есть обратная сторона чашки здесь должны должен быть так артроботис олигоспора вот сейчас покажу аверс в общем по бионике у них очень много заселения вот этим зеленым аспергилом вот здесь вот с края растет триходерма ихняя можно ее отсадить ихнюю триходерму потому что в их препарате который называется триходерма триходерма это собственно и нет мукор растет препарате который называется нематодин и должна быть не триходерма а артроботис олигоспор мы видим триходерму и видим пеницил и видим больше всего здесь спор аспергила вот смотрите сколько значит колония аспергила проросло и только одна триходермочка ну триходерма проросла уже хорошо вот эта зеленая колония но ее тоже надо микроскопировать ну вообще по структуре роста очень похоже на триходерму то что я глазом пока что вижу но прежде чем ее пересевать я конечно я конечно ее сначала отсажу потом чашку открою аккуратно промикроскопирую потом поставлю ну помою простерли промою продезинфицирую хлоркой и поставлю на стерилизацию на убивку вот бионика меня очень сильно огорчила эта фирма ну что покупать препараты я покупала в профупаковке достаточно дорогие большие пакеты специально брала и я по сути купила аспергил на эту чашечку высевался кольцовский препарат микорат немата здесь уже пророс по всей видимости пеницильчик либо зеленый аспергильчик пока еще маленький непонятно вот эти вот пушистенькие колонии пока что белые возможно пиццеломица с лелоцином тот самый при грибочек который является немотоцидным грибочком но сейчас пока похоже он тоже вот такими маленькими колониями растет вот у меня этот грибочек есть я с ним работала вот хороший грибочек я его вношу на своих участках но тем препаратом который я наращиваю сама он хорошо наращивается на субстратах вот есть небольшие бактериальные колонии ну ждать что стерильный препарат будет в магазина здесь не надо и не надо ждать что не будет мукра или аспергил или пеницила конечно в каком-то количестве там эти споры обычно присутствуют вот здесь пока что ждем окрашивание мицелия начало спороношения его трудно с чем-либо спутать у него такой красивый розовый розовый потом будет мицелий вот ну по крайней мере мукра нет в таком количестве и не так сильно контоминирован уже приятно на эту чашечку я высевала это аверс высевала препарат эко дачник производитель называется микофренд в данном препарате заявлено грибочки роду гломус то есть это микоризо образующие грибы а также заявлено триходерма харциану хардиану значит препарат порадовал тем что заявленная триходерма такие здесь есть мы видим вот здесь колонию триходерма мы не видим здесь ни пеницилла ни аспергила этот препарат хочу сказать вот эти чашки которые я вам показываю они высевались среда одна и та же на одну и ту же среду и в одно и то же время в одних и тех же условиях и сказать что вот там вырос зеленый аспергил что это мой налетел аспергил вот если его нет а вместе с тем сеялись еще и мои чашки в тот же день и там у меня ни пенициллов ни аспергилов ничего нету там все чистенько поэтому если в препарате нету аспергила тем более в таком количестве то он и не вырастет у вас на чашках либо мукор вот этот препарат меня очень порадовал может быть в других партиях будет хуже но в той партии которую я купила у меня свеженькая партия еще раз повторюсь это эко дачуник микофренд если вы возьмете его для того чтобы вырастить триходерму нормально мукора не забьет и пеницил не забьет вырастет триходермочка хорошенькая у вас поэтому можно в принципе попробовать поэкспериментировать вот но быть аккуратным контролировать запах у триходермы своеобразного сейчас она у меня нарастает там на субстрате какой от нее стоит обалденный вкусный приятный грибной запах поэтому хороший препарат вот этот вот чистенький достаточно чистенький а сейчас я вам хочу в конце видео как бонус показать как наращивается триходермочка на субстрате то есть мы вырастили чистую культуру мы сделали смыв со скрепли вот такой лопаточкой споровую массу значит и заседлили растворив водичкой капнув стерильную водичку простерилизовали субстрат и делаем посев на субстрат и сейчас я вам хочу показать это третьи сутки даже два с половиной дня как растет мицелий вот видите он уже все-все вот здесь морщинки не так не так видно а вот здесь вот получше видно это белое это уже даже зерна не видно невозможно там различить и уже конечно сам пакетик зеленоватый сейчас плохо видно во-первых пакет не такой прозрачный но тем не менее это все уже пророс мицелий вот значит такое вот горлышко на горлышке ну вообще я не открываю но здесь можно открыть потому что уже мицелий разросся сейчас я открою сижу просто на кухне тут в любом случае в воздухе какие-то спорки летают каких-то грибочков пеницил тот же самый вот который у нас легко и на хлебе прорастает и там на апельсинчиках тут же он растет вот приоткрою покажу и вот смотрим там мицелий растет вот он скоро так ну давай фокус и я закрою вот скоро перейдет фазу спороношения и вот такой вот волшебный кулечек у меня здесь будет совершенно чистая культура этот эходерма который мне идет под номером 17 сразу скажу что запах здесь стоит именно грибной пока что мицелий белый потому что это только 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 я заселила только грибница начала расти через буквально короткое время сейчас зерно обрастет мицелия гриб не спешит спороносить потому что еды тут предостаточно ему комфортно комфортная температура комфортная влажность он растет друзья мои прошли еще сутки я вам хочу показать как меняется быстро какая динамика как быстро меняется мицелий пошел фазу спороношения стоит приятный грибной аромат снизу если мы посмотрим то мы увидим что белое все белое и даже зерна не видно и так как я в субстрат добавляла достаточно много перлита может показаться что мелкая пыль перлита просто оказалась на дне это не так друзья мои это все грибница снизу она не спороносит в основном еще пока что не спороносит потом все покроется спорами потому что гриб прорастает постепенно и сейчас сверху уже началось спороношение вот сейчас я постараюсь максимально приблизить вот это там обрастает спорами только только началось спороношение затем весь 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 субстрат обрастет это все это не перлит вы же видели сейчас зерна практически не видно все беленькое вот беленькое это все грибница хорошо очень хорошо растет еще несколько дней я влажность замечательная я не перемешиваю не разрушаю структуру грибницы вот как она растет я ее не трогаю газообмен достаточно под крышечку проходит столько сколько нужно воздуха и все хорошо очень растет все чистенько никакого пеницилла нет ни мунка ранее аспергила триходерм растет триходерм активная грибница цепучая масса все рыхло все воздушно через какое-то время весь субстрат станет зеленым и его можно будет заложить на просушку когда нарастет максимальное количество споровой массы субтитры